Время продолжить выпуск новостями короткой строкой. Из них вы узнаете, где и как отличилась уроженка Салихарда. Лидером какого топа стал Ямальский город и еще много интересного. Новое исследование, проведенное среди россиян, показало, какие города можно отнести к самым богатым. Рейтинг богачей по уровню зарплат возглавила Москва в Белокаменной. В среднем получают 97 тысяч рублей. На второй строчке рейтинга расположился Южно-Сахалинск, который совсем немного уступает по уровню зарплат. Там горожане в среднем получают 90 тысяч. Пятерка лидеров не обошлась без северных городов. Следующие три строчки заняли Салихард, Сургут и Ханты-Мансийск. Во всех этих городах средняя зарплата выше 80 тысяч рублей. Возможно, что в скором времени появится автобусный маршрут Тазовский-Новый Ренгой. За его введение на портале «Живем на севере» проголосовали сами ямальцы. Меньшее число северян предпочли маршруты Таркас-Алея-Новый Ренгой. Также считают нужным ввести дополнительные автобусы из Надыма, Губкинского и Ноябрьска. Результаты опроса региональный департамент транспорта пообещал учесть при составлении расписания и схем маршрута в 2020 году. Народным участковым Ямала может стать новый ренгоец Василий Титаренко. Второй этап однаменного конкурса уже стартовал и завершится 16 октября. В течение 10 дней интернет-пользователям предложено поддержать своего фаворита. Всего в списке 11 кандидатур. Победитель, возглавивший рейтинг, получит возможность принять участие за звание лучшего с коллегами из других регионов и выиграть ценный приз. Финальный этап испытаний пройдет с 1 по 10 ноября на федеральном сайте МВД. Оставить свой голос можно на сайте. Вы в танцах. Уроженка Салихарда Татьяна Борисова прошла отборочный этап на крупном танцевальном шоу «Страны танцы». На кастинге в Хабаровске девушка удивила судей необычным номером и грациозной пластикой. После номера Татьяна буквально сразу услышала заветные слова «Вы в танцах» от опытного наставника Егора Дружинина. Любовь Ломака, Лала Гасанова, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24.